Грамматика английского языка, сборник упражнений, часть 2, 5 класс Упражнение 134, а нам нужно поменять предложение в косвенную речь Давайте сразу посмотрим, какие у нас предложения Так, вопрос, вопрос Здесь специальный вопрос, начинается он со специального вопросительного слова А вот у нас уже глагол стоит, то есть это общий вопрос Снова специальный, снова общий В общем, здесь у нас получаются одни вопросы в косвенной речи Но сейчас будем вспоминать, что с ними делать Итак, если вопрос специальный, мы делаем Сначала кто-то что-то спрашивает То есть в данном случае Nelly Asks за нас уже стоит Вариант у нас тут перевода такой Когда он был в Индии? Это спрашивают, а мы со стороны говорим Нelly спрашивает, когда он был в Индии? То есть как писатели описываем эту ситуацию Nelly Asks Потом ставим в это слово Вот это, которое вопросительное на первое место Потом обязательно выискиваем подлежащее То есть ВОЗ поставить сюда нельзя было ни в коем случае Вот оно, наше подлежащее И вот мы его ставим сразу после вопросительного слова И потом только мы находим глагол Вот он у нас И мы его ставим на второе место То есть еще раз У нас в косвенной речи не может быть Вопросительного порядка слов То есть глагола вначале быть не может Должно идти подлежащее, а потом глагол И получилось Нелли спрашивает, когда он был в Индии? He was? Был он в Италии? Это вопрос общий Что делаем в общем вопросе? Нелли спрашивает, как мы видим Вопросительного слова When, why и так далее здесь нет Когда, почему и так далее Мы вместо них ставим такое слово If На русском это переводится частичкой ли Нелли спрашивает, был ли он в Италии? То есть поставили if А потом то же самое, что в предыдущем Подлежащее и сказуемое He was Куда она идет? Вопрос специальный, как и в первом случае Bill asks, where she? На первое место Is going? Остаток То есть подлежащее, еще раз напомню, сказуемое Билли спрашивает, куда она идет? Она идет в музей Общий вопрос Билл спрашивает, идет ли она в музей? If поставили из-за этого А потом подлежащее со сказуемым По порядочку Пятый Почему они смеются? Том спрашивает, почему они смеются? То есть why у нас перешел Потом they, напомню А потом только этот глагол мы составляем И записываем в конце Это все, кстати, у нас континиусы, как вы видите С инговыми хвостами Они смеются над картиной Том спрашивает, смеются ли они над картиной? То есть это общий вопрос Их поставили, they поставили И are laughing Потом только записали Что они продают? Хелен спрашивает, что они продают Вот поставили, they перекинули сюда А вот do ставить нам не нужно Do возникает у нас, как вы помните В презент-симплах, в вопросах и в отрицаниях Когда вы делаете утверждение От do вы избавляетесь Вам нужно перенести только основной смысловой глагол То есть sell Они продают игрушки? Общий вопрос перед нами Хелен спрашивает, продают ли они игрушки? If поставили, they поставили От do то же самое Избавляемся Перенесли только смысловой глагол sell продавать Когда она убрала свою комнату Мама спрашивает, когда Извиняюсь, не она, он Мама спрашивает, когда он убрал комнату When перекинули He перекинули А вот здесь посложнее Мы видим did и видим clean Значит, перед нами past, simple, прошедшее время От did то же самое Мы должны избавиться, как и от do Он нам не нужен Но нам нужен этот вот смысловой глагол Просто так мы его сюда перекинуть Как в данных случаях нельзя Иначе у нас не поймут, что это прошедшее время То есть вспоминаем, что мы делаем в past, simple Если это правильный глагол, добавляем иди То есть не забываем изменять еще и глагол И десятый Он убрал комнату вчера Общий вопрос Мама спрашивает If he То же самое с аналогией с этим Cleaned the room yesterday Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...